20 лет назад я пересекла Чукотку с юга на север. Прошла больше тысячи километров. И вот теперь снова лечу на этот далёкий край земли, чтобы пересечь его с запада на восток. Чиунская губа Восточно-Сибирского моря. Конец июня, а именно 29 число. А в губе ещё плавает лёд. С запада губу ограничивает большой остров Айон. Это самое малоснежное место российской Арктики. А на восточном побережье губы расположен город Певек. Бывший посёлок. Посёлок территории Олега Куваева. И сразу вспоминаются его слова. Вы сядете уже не там, где начали свой рейс. Вас ожидает прохладный и влажный воздух. Чёрный и жёлтый пейзаж. Нет, тут ни берёз, клёнов, ясени, сосен, лиственниц. Есть только сопки и тундра. Певек встречает меня знакомыми наскальными рисунками. А мостовые в Певеке не деревянные, деревянные только некоторые переходы. А вот такие бетонные плиты. Итак, я наскажусь в самой западной практически точке. Певека на берегу ледовитого океана. И хочу дойти до самой восточной части Чайкотки. Не совсем верится, что это возможно. Я надеюсь, что я получу дойти. Вот он город. От снега веет холодом, руки леденит. Но солнышко греет, это чувствуется. Впереди лето. Меня, мне как обычно, везёт. Только я потерялась в Певеке, не знала, где остановиться. Как меня нашёл местный турист, геолог. Итак, мы с Юрой наконец-то выехали. Ой, из Певека. И едем в мысу. Шелакский. Вот, Юра мне достал такой велик. Прям классный. Дамский под меня, но он без багажника, без заднего тормоза. Но нет, и главное, главное, рама прямо под меня, лёгкий ход. Путь к мысу Шелакскому – это 36 километров грунтовой дороги до посёлка Янронай. Потом 22 километра по прибрежным скалам, тундре, по кромке моря до бухты, где раньше был посёлок Шелакский. И потом ещё около 4-5 километров через перевал к метеостанции Туманная, которая лежит прямо у мыса Шелакского. Шелакского-северного. Самого северного мыса Чукотки. Полярные ивы цветёвы. Красиво здесь побережье. И тундра такая. Легко по ней идти. Впереди уже вдали виден мыс Шелакский. Золото пока не встретили, а вот золотой корень – пожалуйста. А вот здесь Кичибазар. Уже запах такой, аммиака. Чувствуется здесь. Чувствуется здесь. Мы идём, и где-то здесь уже начинается 70-я параллель. А вот и мытник шерстистый. Корни у него съедобны. Шелакский мыс знаменит в истории полярного мореходства не меньше, чем мыс Дежнёва или Челюскин. Когда-то его считали оконечностью Азии. Землепроходцы поместили здесь воинственное племя шелачий, отличного от чукчей народа. Земля сия населена чукчами да шелачами, сообщалось в донесении 17 века. Сон трава растёт и здесь. Да, смотри-ка, с витаминами. Ой, в пивеке. Низкая полоска суши вдали – это остров Большой Раутан. Он расположен прямо напротив пивека. Оливролиты. Ледовитый, однако, действительно, он еды. В бухте, куда мы идём ночевать, раньше располагался посёлок Шелакский. Во времена Олега Куваева он был ещё обитаем. Вдоль кромки океана, повернее, не океана, здесь залит чунгская губа. Здесь идти очень хорошо. Береговое течение постепенно съело низкий участок берега, в котором с древних времён стоял посёлок Охотников. Вдобавок, из-за перешейка мыса, с севера зимой на прижавшейся горе домики обрушивался ураганный ветер, сродни Новороссийской горе. Бухта забита льдом. Задул южный ветер сильный, но будем надеяться, что он сильно не разгуляется. И вот мы подходим к избушке, где будем ночевать. Вот какое тут замечательное строение. Я Качеланскую. Я что-то такое в Москве не видела. Пожалуйста, мясо натуральное. Можно менять. Вот он, наш дом. Можно сказать, дом для бродяг. Да здесь печь не буржуйка, а настоящая. Настоящая. Вот это да. Да что жарова они растащили. Вид из окошка. Вот такое место жительства у бродяг. Серно-ледовитый. В обе стороны. С умятица и толчья быденки мы мечтаем иногда вот так бы плёнуть на всё и уехать, уплыть, улететь к тихим берегам, к простой и разумной жизни, чтобы колоть дрова, топить печь, а в промежутках добывать себе хлеб с хорошим ружьём и верной собакой. и всегда что-то находится, что мешает добраться до обетованных краёв. поднимаемся от моря. Облака тоже поднимаются. Туман наползает на глазах. А вот это уже не Чумунская губа. Это мы уже перевалили. Это побережье открытого северного ледовитого. Не, конечно, потрясающе красиво. Виды всё время меняются. Блака то поднимаются, то опускаются. Просто потрясающая картина. Идём мы то вот по таким курумникам. Крупные довольно камни. Сейчас они немножко скользкие. Аккуратно приходится идти. И вот участки тундры. Вот там внизу уже видна метеостанция Туманная. Именно на этой старой метеостанции Туманная снимали фильм, как я провёл этим летом. Вот это, наверное, основное здание. Юра обещал показать мне ту самую сковородку, на которой главный герой фильма жарил птичьи яйца. А где та самая сковородка? Вон, в маяке. А здесь мы находимся, оказывается, в самой северной части Чукотки. Вот он. Вот эта скала, которую в море он обрывает. Самый северный мыс Шилакский. И тут вот рядом эта метеостанция полярная. Это, думаю, дальше чуть-чуть сам мыс. Вот эти старые деревянные мостки, по которым мы только что прошли. И вот дальше идём. По-моему, это самая опасная часть нашего маршрута, потому что они могут реально сломаться. Так нас медведями пугали, конечно, но мы пока ни одного не встретили. Где ты? И тут мокро. Да, а сковородочки-то нет уже. Нету? Что, обманул меня? Да, вот здесь он на этой коечке вот и печку разжигал в фильме. Видишь? Ну-ка. А сковородку-то утянут. Нет вообще никакой сковородки. Да, наковальня нехилая. Так что это был за маяк? Так, маяк Шилакский. Туманная станция. Пока светло, она не горит. А, вот. А вот он под нами, скалы мыса. Вон туда вниз уходит. Крайний север. Крайний север. Мыс Шилакский. Здесь мы не пропадем без витаминов. Здесь растет маленький щавель. Красив, ледовитый. В тихую погоду. На море натягивает туман. Такая плотная полоса его. Бухта, она действительно туманная. Да, прямо не верится. Полный штиль. Начитавшись об этих местах у Олега Куваева, я представляла здешнее море вечно неспокойным, штормящим. Мыс Шилакский в книгах Куваева сочетался исключительно с эпитетом Грозный. Юра остался в бухте чинить избушку. А я пошла обратно в Певек. Ну что, можно сказать, мой одиночный маршрут начинается. Вот такие здесь галичные пляжи. Ветущая красота тут. Горные тундры, когда вверхами идешь. Сейчас, конечно, ветер не сильный, но все равно можно идти даже с голыми руками. Комары, они на голое тело не сильно садятся. Они не знают, что голое тело тут можно есть. Пустынная дорога из Янраная. Певек здесь 36 километров. Вот как мне несказанно повезло. Только я стала пешком выходить из Певека, как выехавшая передо мной с боковой улицы машина остановилась и подождала меня, хотя я даже не махала руками. Через пару минут разговора я призналась, что мне нужен нам из Дежнёва. В общем, меня обещали доставить до Поливама. Из Певека летом можно доехать до Билибина и до Ветенота. Первые 200 километров до моста через Поливам эти дороги совпадают. Это летники. То есть дороги начинают работать только после того, как растает снег и спадет вода в реках. И первыми по трассам идут дорожные рабочие. Целая полянка, книженники. Чукотка – это сила. Чукотка. Блин, такого края больше нигде нет. Рудник Майский под горой. Мы объехали его кругом. Вокруг другой сопочки. Чукота маленькая. Последние километры до Поливама. Да. И едем. Как это называется? Где? Машина. Грегер. Как? Грегер. Грегер. А, на грегере ели. Итак, я нахожусь на нулевом километре трассы. Здесь развилок. Из Певека на Игвикинот и из Билибина туда же на Игвикинот. И еще там чуть дальше, это вверх по Поливаму. Там развилок на Мысшмита, на Приске, Полярный, Комсомольский. Мне нужно хотя бы до развилки на Игвикинот. Уже вторые сутки сижу на этом перекрестке. Одна денешенька. Никаких машин нет и в помине. Ну а как мы входим в жизнь, как в мореный дуб на жизнь. Чтобы особо не крутиться, она хоть волочиться будет. Я бросила тележку и иду по дороге вдоль Поливама. По дороге, по которой машины проезжают в лучшем случае раз в неделю. Солнце здесь за полярным кругом не заходит. В тундре печка-щепочница горит. Го-го, как здесь такие ветра, надо защищать от них. Мне повезло очень неожиданно. Машину я надеялась увидеть лишь на следующий день. День рейса самолета с материка. И в 11 вечера уже спокойно легла спать, как послышался шум мотора. И вот мы едем не только до развилки на Игвикинот, а даже прямо туда, куда мне нужно. В сторону высошмита, через реку Пектомель. Поехали, Пектомель. Получилось, что я добираюсь по дорогам 400 километров почти неделю. Спасибо. Это когда будешь в доме. Спасибо. Отсюда я пойду в кольцо на гору недоступную. Место, место у меня шикарнейшее. Наконец-то я на Тундровом ковре. Кто скажет, что это не павас, подготовленный специально. Итак, 13 июля, через две недели после прилета на Чукотку, в Певек, я попала в верхнее течение реки Пектомель и поднялась на высокие прирословые террасы, чтобы обозреть окрестности. Вдали, в Верховьях, меня ждут высокие горы, перевалы через Полюамский хребет. И затем 200 с лишним километров сплава по реке Чантель-Вагыргын и ее притоку. Всего около 500 километров до выхода к людям в поселок Амгуэма. Но сначала я иду на 100-километровый кольцевой маршрут к горе Недоступной, что лежит к северу отсюда, в Пектомельском хребте.